Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Билыш. Репетиция обороны. Украинские военные тренировались отбивать атаки с моря на Азове. К чему готовятся? Сальмонелла на завтрак. В Ривненской области отравились два десятка воспитанников интерната. Кто занёс инфекцию? Уроки коррупции. В Днепре учителя и родители взбунтовались против директора школы из-за поборов и тирании. Поможет ли? Закат Меркель. Немецкий канцлер потеряла поддержку в собственной фракции. Когда на пенсию? День переговоров и встреч. Главы государств, которые прибыли в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, сбиваются сегодня с ног. Так много мероприятий проходит одновременно. О них и о программе визита украинского президента подробнее Дмитрия Нопченко. Сегодня с самого утра тут всё, что только может быть. Всё параллельно, одновременно, всё в условиях дедлайна. Заседание совбеза ООН, где председательствует лично Дональд Трамп. Встреча высокого уровня по противодействию терроризму. Выступление президентов с трибуны Генассамблеи. Даже главам государств, а им выделен кортеж и полицейское сопровождение, приходится очень постараться, чтобы никуда не опоздать. Что уж говорить о членах делегации и прессе. В программе пребывания украинского президента всё сегодня тоже расписано буквально по минутам. Много двусторонних встреч. Есть и два главных мероприятия сегодняшнего дня. Во-первых, это выступление с трибуны ООН. Будет оно после трёх часов дня по местному времени. В Киеве это уже будет ночь. И переговоры с Генсеком Организации Объединённых Наций. Они должны стартовать буквально с минуты на минуту. И здесь есть интересный момент. Антонио Гутеррешу Пётр Порошенко передаст оригинал Большого договора о дружбе с Россией. Документа, который Украина сейчас решила не продлевать. Для того, чтобы и сам договор остался здесь, в ООН. И этот момент остался в истории. Среди тех встреч, которые уже состоялись, переговоры с президентами Хорватии и Египта, Йемена. С самого утра был деловой завтрак с первыми лицами американского бизнеса. Теми, кто хотел бы инвестировать в Украину. IBM, Boeing, Motorola, Citibank. Вечером ожидается встреча с президентом Турции. Есть и событие, которое не значится в официальной программе. Но из источников в Госдепартаменте нам стало известно о возможности встречи президента с госсекретарем Майком Помпео. И разговоре о многом, в том числе и о Донбассе. О возможности изменить ситуацию там Пётр Порошенко говорил в ООН накануне. Подчеркнув, что самым реальным путём для этого является миротворческая миссия под эгидой объединённых наций. И организация должна к этому вопросу вернуться вопреки противодействию России. Только Россия против миротворцев. Одна из причин этого – Кремль боится. Боится, что миротворцы увидят российские войска и российскую военную технику на всей оккупированной территории. Они также боятся потерять контроль за российско-украинским участком границы, который используют для постоянного проникновения своих войск на Донбасс. Я считаю это тестом, способна ли организация реагировать на меняющуюся конфликтную ситуацию. Тестом, который ещё только предстоит пройти. По стечению обстоятельств именно здесь, в Нью-Йорке, в рабочей обстановке, когда и праздновать-то некогда, президент встретил свой день рождения. Петру Порошенко сегодня исполнилось 53. И первыми, кто его поздравил, стали американские украинцы, спев «Многие лето» и, как принято в США, «Happy birthday to you». Из Нью-Йорка Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Украина требует от Венгрии отозвать своего консула. В противном случае дипломата просто вышлют. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин после переговоров с венгерским коллегой Петром Сияртом. Встреча эта прошла во время Генассамблеи ООН. И, по словам Климкина, закончилась практически безрезультатно. Министр отметил, что у него с собеседником слишком разные позиции. Украина возмущена недавней раздачей венгерских паспортов в Закарпатье тем, что Будапешт призывал людей скрывать этот факт. Киев считает, что это грубое нарушение международных норм. Но у представителей Венгрии противоположное мнение. Я не хочу спекулювать, чему воно з'явилася, чи воно з'явилася після остальных контактов. С российским киевництвом. Бесплатная диагностика в больницах и разрешение на строительство без коррупции. Все это станет для украинцев реальностью уже в ближайшем будущем. Так утверждают в правительстве. Кабмин сегодня презентовал сразу несколько нововведений. Каких узнаем от Ольги Теребинской. Бесплатная диагностика и анализы в больницах. Такие нововведения в сфере медицины ожидают украинцев уже с 1 января. Об этом на заседании правительства сообщил Владимир Гройсман. Также, по словам премьера, предусмотрено и существенное увеличение финансирования в системе экстренной медицины. Люди ж нередко говорят про то, что они приходят в лекарню, а им говорят, иди на УЗИ, заплати гроши. Иди, сделай анализы, заплати гроши. Мы уже вложили деньги в государственном бюджете на следующий год. Как парламент ухвалит это решение, то с 1 сечня все такие исследования будут безкоштовными. Нововведением в следующий год будет также вопрос экстренной медицины. Мы закладываем миллиард, мы закладываем возможность спефинансирования реформы экстренной медицины. Новый транспорт, новые знания персонала, новая заработная плата. Также в 2019 продолжат программу «Доступные лекарства», по которой только в этом году уже выписали около 25 миллионов рецептов. Но главной темой заседания сегодня стала новая система прохождения разрешительных процедур в строительстве. Ведь коррупционные схемы, сопровождающие процесс застройки, вредят в первую очередь людям, которые платят высокую цену за некачественные квадратные метры. Будуются величезные багатоповерховки, ущельняется забудова, натомість земли передаются без аукционов, что делает громаду беднейшую. Паява участь або сплачуется не в полном обсязе, або взагалі не сплачуется, это миллиарды. Проектуют одне, потом увеличивают поверхности, обсяги забудовы и так далее, потом корруппуют чиновников. И намагаются каким-то чином домовитись про введение объекта в эксплуатацию. Онлайн-платформа «Прозрачная ГАСИ» – открытая система рассмотрения разрешительных документов в строительстве. Благодаря этому сервису заказчики строительства смогут в режиме онлайн отслеживать каждый этап обработки поданной в Госархстроюинспекцию документации. Если еще 3-4 года назад это был, может быть, самый корруппованный орган, то сегодня мы от этого полностью отходим. И запуск этой платформы – это известный шаг по борьбе с коррупцией. По словам вице-премьера Геннадия Зубко, такая платформа важна и для людей, которые выступают против незаконных застроек. Они смогут увидеть, что происходит на их территории и каким образом принимаются решения. Кроме того, с 1 ноября Госархстроюинспекция откроет доступ к информации о проведении внеплановых проверок. Также грядут масштабные проверки строительных компаний. Кабмине недовольны, что многие предприятия уклоняются от уплаты налогов. Ольга Теребинска, Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер. Цена на газ для населения может вырасти на четверть. Такое повышение прогнозируют в Национальном банке. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева. По словам чиновника, это одно из условий Международного валютного фонда. Впрочем, в Кабмине все еще не определились, насколько поднимут тариф. По словам Рева, также неизвестно, будут ли расти суммы субсидий, либо сокращаться количество их получателей. Я не могу вам сказать, какая будет середина сумма по субсидии, потому что я не знаю, что сегодня цена на газ. Відповідно, будут сделаны перерахунки всех складовых тарифов, в которых газ используется. Харячая вода, опаление. Но те прогнозы, которые мы закладывали в бюджет, они выходят из прогноза Национального банка Украины. Он предпочитает срастание тарифов приблизительно на 25%. И поэтому самые такие суммы не закладывали, не выходя из этих прогнозных показников. Бывший сотрудник Одесской таможни, подозреваемый в краже 37 контейнеров, вышел на свободу. Об этом сообщил исполняющий обязанности Государственной фискальной службы Александр Власов. Дениса Аминева отпустили под залог в 1,7 миллиона гривен. Это в 100 раз меньше, чем сумма украденного товара. Я напомню, Аминева задержали в начале августа. По версии следствия, одна из его фиктивных компаний пыталась оформить партию товара на Одесской таможне. Груз досмотрели и составили протокол о нарушении таможенных правил. Контейнеры арестовали, отправили на склад для хранения, но через некоторое время они исчезли. В них, кстати, была ткань более чем на 140 миллионов гривен. Районная больница Кировоградской области в центре скандала. Волонтеры и родственники ветерана АТО Андрея Максютина обвиняют местных врачей в халатном отношении. Парня госпитализировали в воскресенье. Он был в коме. Сутки понадобились медикам, чтобы сообразить, что должной помощи они оказать просто не могут. Вчера мы говорили об этой истории, вот сегодня подробности узнал Станислав Кухарчук. Уже третий день бывший боец 72-й бригады Андрей Максютин борется за жизнь в Кировоградской областной больнице. Причина осложнения после двухсторонней пневмонии. У парня отказывают почки, печень, появился оттек головного мозга. В таком состоянии Андрея привезли из Ануфриевки. Там более суток местные медики пытались стабилизировать состояние. В состоянии комы Андрея 120 километров везли на стареньком медицинском уазике. А вот та самая палата интенсивной терапии, где ему оказывали помощь районные врачи. Уверяют, подозрение на пневмонию было сразу. Поэтому якобы моментально подключили парня к аппарату вентиляции легких. Оказать парню полную квалифицированную помощь в районе не смогли, говорит главврач. Поэтому решили отправить пациента в область своими силами. Санавиацию не вызывали, мол, состояние немного улучшилось. На болевые ощущения пациент начинает реагировать. Ну и, звичайно, пациент начал ковтать. Это тоже позитивная была ознака. А вот так на самом деле проходило лечение в районной больнице. Эти ужасающие кадры отсняла волонтер Марина Шляпина, к которой обратились родные. В смысле дают периодично? Если человек задыхается, почему периодично дают кислород? Он должен постоянно быть с кислородом. Я видела сама лично, как мама, ну, то есть я вижу, что ему тяжело дышать. Я говорю, надо подключить кислород. Мы медсестру не нашли. Мама пытается сама включить, одеть ту маску. Когда я спросила у главврача, почему Андрей находится не на постоянном кислородном питании, да, она мне сказала, что нет оснований постоянно давать ему кислород. Мама Андрея рассказывает, до сих пор не может понять, почему к сыну так цинично отнеслись в районной больнице. Температуру не могли мы сбить, врачи. Он горел. Надо было кислевую маску одеть. Этого препарата не было в первый день. На второй день принесли такой аппарат, что он и отключался, и пищал. Женщина мнет в руках чеки за лекарства, которые купила на последние деньги. Ветерану АТО медикаменты положены бесплатно, но семье Андрея в районной больнице и в этом отказали. После дневной публикации Марины Шляпиной об инциденте в соцсетях появились совсем нелестные отзывы об этом заведении. Валерий, боевой товарищ Андрея, на своих родных ощутил заботу районных медиков. Шансы на выздоровление Андрея сейчас невелики, говорят в областной больнице. Парень в очень тяжелом состоянии, но по крайней мере здесь ветеран АТО на полном обеспечении государства. На передовой по-прежнему неспокойно. Боевики сегодня трижды открывали огонь из гранатометов, пулеметов и бронетехники. В основном на Приазовье, но и на других участках фронта не легче. Подробнее расскажет Игорь Львинок. Днем, вечером, ночью, да когда угодно сюда может прилететь смертоносный сюрприз. Это передовая в районе Авдеевки, недалеко от Донецкой фильтровальной станции. Наши армейцы говорят, логики во вражеских обстрелах лучше не искать. Закономерность одна. Какая-то стрельба на протяжении суток здесь обязательно будет. Лабиринты окопов, человеческий рост. Кусты и деревья везде посечены пулями. Военные говорят, на днях на ту сторону заехали выходцы с Кавказа. Руки у них так и чешутся пострелять в сторону украинских позиций. Делают даже вылазки. Ну, пацаны слышат, как молятся ислама. Сейчас заехали чеченцы. Перед этим были, ну как, русские, видно. Бойцы говорят, ну хочется наемникам поиграть со смертью. Они приближаются небольшими группами к нашим позициям и открывают огонь. Вот только сафари на украинских солдат дорого им же обходятся. Был бой, когда четко в ночи в тепловизор побачили на дереве силуэт, нанесли огневый удар, тело упало. И как два человека, два, две людини тянули цего третьего за собой. Но армейцы с этими проблемами справляются. Врагу дают отпор и тот на время успокаивается. Позиции надежно укреплены, дисциплина и порядок. А бойцов, которые отличились на службе, в подразделении поощряют. Они получают в подарок казацкий нож. За сумленную службу. И основной отличностью других ножей есть казак, который символом нашего подраздела. Из Донецкой области Игорь Левинок, Дмитрий Раскольников. Игорь Щепет. Подробности. Телеканал Интер. Украинская армия совместно с пограничниками провела тактические учения на побережье Азовского моря. Тренировались отражать атаки и уничтожать надводные цели. Снайперы отрабатывали стрельбы днем и ночью. А пулеметчики – точность атаки в движении. Кроме этого, военные оттачивали оборонные маневры. Особое внимание в этот раз уделили тактической медицине. Экипажи бронеавтомобилей прикордонников и подразделов танкистов, что спорно действуют в складе объединенных сил, восстанавливали вопросы взаимодействия по обороне сбережья и снижению надводных целей и морского десанта противника. Кулеметники подвищили точность стрельбы в Руси и из укреплений. А водители броневанных автомобилей восстанавливали майстерность руководства «Печа сруху в колонии», «Разгортание в боевый порядок». Трудовое рабство в Анафранковской области. Местная полиция задержала преступную группировку, которая незаконно удерживала 32 человека. Людей вынуждали тяжело работать в течение двух лет под предлогом лечения от алкоголизма и наркозависимости. При этом родственники платили за такую реабилитацию от полутора до пяти тысяч гривен ежемесячно. Среди жертв – трое детей. Задержаны шесть человек, организатор и соучастники. Самому старшему из них 35 лет, младшему – 22. Все они уроженцы Донецкой области. И грозит им теперь от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Массовое отравление детей в Ривненской области. На больничных койках оказались 22 воспитанника школы-интерната и двое взрослых. Все подробности узнаем от Снежанной Сидорук. Первые воспитанники Мизотской школы-интерната попали в инфекционное отделение районной больницы еще 19 сентября. Через несколько дней госпитализированных было уже 10. В больницу доставили и двух работников учреждения – воспитателя и повара. Десятилетняя Даша на больничной койке уже шестой день. Возле ребенка дежурит мама. Говорит, после того, как дочь пожаловалась на боль в животе, их вызвали в школу. Забрали додомная температура 39, впала в оморок. Мы вызвали швидку. В соседней палате 11-летний Виталий. Его скорая забрала прямо из школы. Мальчику первому стало плохо еще на утренней зарядке. Я на снятанку был, на зарядке меня скрутило. Как скрутило? Крупком. Положал в изоляторе трех. И забрали скоро. Температура под 40 была. Учебное заведение сразу же закрыли. Всех воспитанников, а их более 200, отправили домой. Призупинили навчание, выкликали, поведомили родителей. Дети были разобраны. Все продезинфекировано. Карантину нет никакого. У нас заклад для детей с особливыми освещенными потребами. Причиной отравления воспитанников и учителей Мезотской школы-интерната стала сальмонелла. Это уже подтвердили лабораторно. Пока делали анализы, количество заболевших возросло в два раза. Этот сбудник мы выявили у ветхворых, в сировине. Это мясо сире охлажденное. А также на поверхнях, рабочих поверхнях в харчоблозе. Обставления, которые сопротивляли посередине спалаху, это недотримание правил особенной гигиены и порушение санитарно-гигиеничных требований при приготовлении и сохранении продуктов. Из-за вспышки инфекции все учебные спальные корпуса и столовые продезинфицировали. Сейчас помещения закрыты. Когда возобновят учебу, пока неизвестно. Снежана Сидорук, Лариса Зубенко. Подробности – телеканал «Интер», Ривненская область. Из 6 миллиардов гривен госдотации, выделенных для фермеров в этом году, аграрии получили только 1 миллиард. Куда ушли остальные 5 и как вести этот бизнес без поддержки государства? Об этом в материале. Фермерское хозяйство «Светанок» в Харьковской области единственное на востоке Украины, где выращивают скот на убой. Сейчас здесь около 500 коров и 12 тысяч свиней. Вот только развиваться хозяйство не может, говорит директор. Несколько лет назад государство прекратило поддержку таких агропредприятий. Заработанных денег хватает лишь на содержание поголовья и зарплаты сотрудникам. Мы получили НДС на спецсчет. Цю программу от нас забрали. Мы бы хотели, чтобы бои повернули. Это 20%. Это достаточно такая цифра была. Мы могли купить какие-то новые обладания, какую-то новую технику. Сейчас это немного сложнее. Спецрежим НДС означает, что фермеры освобождаются от уплаты налогов, а деньги направляют на развитие своих хозяйств. С 2017 года правительство отменило льготное налогообложение. И всех сельхозпроизводителей перевели на общую систему. Взамен ввели кредитование. Вот только фермерам оно недоступно. Для того, чтобы по этой программе получить деньги компенсацией, ты должен взять кредит, ты должен этот кредит уже по сути отработать, заплатить, и потом тебе, может быть, компенсируют. Но простите, те кредиты, которые можно было взять, уже взяли. Поэтому она де-факто не выбирается. То есть деньги остаются в государстве. Они не делают той роли, которую должны были сделать. Очень часто наше государство, правительство говорит о том, что сельское хозяйство – это драйвер экономики. И оно, в общем-то, сделает погоду в развитии страны. Действительно, за последнее время, это десятилетие, скажем так, сельское хозяйство вышло на 40% всего экспорта, это сельскохозяйственная продукция. Но это в последнее время сделано не благодаря поддержке государства, а в общем-то, вопреки. Потому что, как выясняется, когда общаешься с реальными руководителями и хозяйств, то, как правило, они их никто и поддержки не получают. Процедуру получения госпомощи агрофирмами власти усложнили намеренно, считает Юрий Бойко. И сделано это в интересах крупных предприятий, уверен лидер оппозиционного блока. В прошлом году заложили 4 миллиарда гривен господдержки сельскому хозяйству, из которых два забрал бизнесмен Косюк, приближенный к президенту, а два поделили на всю страну, и то все не выбрали. В этом году такая же история. Из 6 миллиардов господдержки выбрали всего около миллиарда. 5 миллиардов забюрократизировали, и люди их практически не получили. То есть можно сказать, что государство в лице правительства саботирует и наплевательски относится к реальным нуждам производителя. По словам Юрия Бойко, оппозиционный блок будет требовать возобновить программу спецрежима НДС, освобождение сельхозпроизводителя от налагообложения и настаивать на внедрении адресной госпомощи фермерам. Константин Редин, Елена Миндалюк, Иван Беленко. Подробности телеканал Интер, Харьковская область. Проезд в полтавских троллейбусах снова стоит 2 гривни, а в автобусах 4. Ранее перевозчики подняли тарифы до 3 и 5 гривен соответственно, но представители городской громады оспорили это решение. И вот теперь после затяжного процесса и апелляции суд постановил вернуть прежние расценки. С сегодняшнего дня коммунальные перевозчики уже снизили тарифы, а вот частные пока отказываются и с ними ведут переговоры сейчас. Вы должны понимать, что произошло. Александр Федорович Мамай наобещал перевозчикам денег, а у денег этих не платил. Перевозчики возили фактически безкоштовно. Я официально заявляю, что каждого месяца перевозчики выдавали міському главу, это результат наших предыдущих исследований, примерно 85, 95, 100, в зависимости от месяца и витрага, тысячи долларов. Каждого месяца. Мы сегодня провели встречу с выконкомом, было проведено заседание с выконкомом, сейчас появляются консультации с перевозчиками. Ну а бензин снова дорожает. За сутки топливо на украинских заправках прибавило в цене более 50 копеек. Дальше больше, так считают эксперты. Почему растут цены и во сколько обойдется заправка уже этой зимой? Разобрался Даниил Снисер. Цена горючего на украинских АЗС начала меняться в конце августа, стабильно увеличиваясь на 5-10 копеек каждую неделю. Сейчас стоимость 95-го бензина колеблется в пределах 31,33 гривен за литр. Вчера на некоторых заправках ценники прибавили за день еще 50 копеек. Так рынок реагирует на сложную экономическую ситуацию в стране. Пустую казну, мизерные поступления в бюджет и крутой эпике национальной валюты, говорят трейдеры. Это курс национального банка, его политика на самом деле. Почему? Потому что даже украинский производитель платит акциз, который насчитывается в евро, умножается на курс национального банка. И потом на все это накладывается еще НДС. Таким образом, доля налогов в розничной цене бензина превышает 45% от стоимости. Крепче гривня, дешевле бензин. Формула простая, но не решающая. Ведь цена образования существенно зависит от стоимости нефти. А сейчас на мировом рынке ситуация не из простых, говорят эксперты. Из-за санкций, введенных Соединенными Штатами против Ирана. Впервые с 2014 года цена черного золота перевалила за 80 долларов за баррель. На цену нафти на световых рынках суттєво отыграла ситуация с Ираном. Санкции Соединенных Штатов Америки, они вплинули на то, что края сегодня скоротила поставки нафти на световый рынок. Компания отказывается у нее закуповывать эту нафту. И, соответственно, выникает ситуация, когда им нужно компенсировать эти дефицитные обсяги, закупивши нафту в других краях. Но наращивать добычу нефти ключевые игроки мирового рынка не спешат. Ее стоимость, уверенно, продолжает увеличиваться. Эксперты прогнозируют, 90 долларов за баррель уже в первой неделе после Нового года. А если ситуация не изменится, цена может достигнуть отметки в 100 долларов. Тогда украинским автовладельцам придется затягивать пояса. Если нафта будет на таком уровне, то мы можем увидеть на АЗС в Украине цены на нафтопродукты наступные. То есть на 95, если средняя цена сегодня становится 31-32 гривен, то будет примерно 37-38-40 гривен. Пострадают не только владельцы автомобилей, говорят эксперты. Подорожание топлива повлечет за собой увеличение цен буквально на все. От продуктов в супермаркете до стоимости проезда в общественном транспорте. В Одесской области неизвестный подожгли автомобиль депутата облсовета Владислава Финника. Подробности произошедшего, а также версии, кто мог совершить это преступление, далее в материале. Все произошло в пригороде Одессы в 3 часа ночи. Авто Владислава Финника, депутата облсовета от оппозиционного блока, стояло во дворе частного дома. Самого политика не было, он в отъезде. Адвокат рассказывает, предположительно, злоумышленник забрался на забор по трубе. Залез на данный парапет, с которого разлил горючо-смазочную жидкость на заднюю правую часть этого автомобиля. Машина вспыхнула. Родные депутата заметили это и сами начали гасить пламя. На утро полицейские обнаружили на пороге пластиковую бутылку с остатками горючей смеси. Скорее всего, именно ее использовали для умышленного поджога. Уголовное производство открыто по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Если бы родственники не предприняли экстренные меры по утушению данного транспортного средства, вполне вероятно, что пламя могло дальше распространиться, в том числе и на жилое помещение. Произошедшее Владислав Финик связывает со своей политической деятельностью. Говорит, скорее всего, это дело рук оппонентов. Потому что тем бизнесом, которым я занимаюсь, он не подразумевает никаких конфликтов, никаких споров. Я юрист, занимаюсь консультированием. А в политике я занимаю активную позицию в составе позиционного блока. И я думаю, что это событие напрямую связано как раз с той деятельностью, которой я занимаюсь. В оппозиционном блоке напоминают, за несколько лет в Одесской области было совершено более 20 нападений на представителей этой политсилы. И уверяют, ни один из этих случаев до сих пор не расследован. После поджога автомобиля Финика оппозиционеры написали обращение губернатору, областному прокурору, начальнику полиции и главе облсовета с требованием активизировать работу правоохранителей. Расследовательники не проводятся, не ищутся ни виновники, ни заказчики. Мы видим в этом единственную причину, в том, что власть не готова, не хочет и не заинтересована в расследовании этих преступлений. Если опять наши все требования проигнорируются, принято решение принимать более радикальные способы борьбы. Пока разбирались с этим происшествием, появилось новое сообщение, на этот раз из Ширяевского района. Там неизвестные подожгли дом главы районной организации оппозиционного блока Натальи Куртагуз. Как и в случае с Финником, однопартийцы говорят о политической подоплеке случившегося. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесская область. Школа коррупции в Днепре. Учителя и родители выступили против директора одного из учебных заведений. Они требуют уволить ее за регулярные поборы и создание невыносимых условий для работы. Со сторонами конфликта пообщалась Елена Миндалюк. Инга Ивченко более 10 лет преподает английский. Занимается классным руководством. В руках у нее десятки писем. И в Министерство образования, и к президенту. Все с жалобами на директора 23-й школы Наталью Квятковскую. Это страшно. Это страшно работать в такой обстановке. Человек очень деспотичен, авторитарен. Существует только два мнения. Одно Наталья Анатольевна, другое неправильное. Больше мнений не бывает. Те учителя, которые ей не угодны, создается зона отчуждения. Все обращения остались без ответа. Учительница решила создать петицию на сайте гурсовета, чтобы Квятковскую не назначили снова директором. Ее контракт истек в июне. Петицию поддержали уже около 200 человек. В том числе и родители. За лето в другую школу перешли более 60 учеников. Документы сына была вынуждена забрать и Людмила Голуб. Говорит, не занесла взятку директору. И ребенка завалили на тестирование. Наталья Анатольевна назначала встречу моему мужу у Карасели возле ЦУМа. И говорила, что все, кто хотел, вопросы решили. О поступлении в физический класс. Вы, если не решили вопрос, значит, вы не хотели. По словам родителей, для Натальи Квятковской учебное заведение – это бизнес. Ежемесячно фонд школы собирает по 300 гривен с ученика. На что тратят, не знает никто. В среднем в месяц получалось около 70 тысяч гривен наличными. Мы хотели знать, куда они идут. Прозорости никакой не было. Куда ушли деньги? Где деньги? Сейчас Наталья Квятковская исполняет обязанности заместителя и готовится к конкурсу на замещение должности директора. Комментировать обвинение отказалась. Искусственно раздутая ситуация. Не более того. Вы можете посмотреть ее условия работы. Я бы очень не хотела, чтобы мы фигурировали на канале Интель. Потому что для этого нет. Школа не может быть местом для ток-шоу. Не допустить Квятковскую снова к руководству. Настроенные общественные активисты собрали всю черную бухгалтерию для правоохранителей. Собирались родительские деньги, то бишь фонды. На них делались ремонты. Предоставлялись родителям баскословные суммы в чеках о том, что деньги потрачены. Реально суммы не соответствуют. То есть один плакат на стене не может стоить 13 или 12 тысяч ливен. Останется Ликвятковская в кресле директора. Зависит от результатов конкурса и от петиции. Чтобы гурсовет Днепра рассмотрел этот вопрос, документ должен набрать 900 голосов. Елена Мандалюк, Иван Беленко. Подробности. Телеканал Интер. Днепр. Заявка на премьерское кресло. Лидер британской оппозиции Джереми Корбин еще до конца этого года собирается занять кабинет на Даунин-стрит-10. Пользуясь нестабильностью, вызванной Брекзитом, лейбористы расшатывают ситуацию. Каковы шансы, что Тереза Мэй все-таки переедет? Об этом Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Джереми Корбин лидер второй по популярности партии Великобритании. Среди лейбористов он известен как сторонник крайне левых взглядов. Убежденный пацифист, антифашист и социалист. Сам он ведет очень скромную жизнь. Автомобилем предпочитает велосипед. С 20 лет не ест мясо. За долгую политическую карьеру не раз оказывался в центре скандалов. То евреев обидел антисемитским высказыванием, то выразил восхищение российским президентом. Сейчас, когда правительство в полном замешательстве по поводу Брексита, у Корбина появился шанс стать реальной альтернативой. И он, похоже, не собирается упускать эту возможность. На съезде лейбористской партии Корбин выступал с 50-минутной речью. Описал светлые будущие страны, если он станет премьером. Обещает новые рабочие места, бесплатные детсады и больше полицейских. Брексит – это будущее нашей страны и наши жизненные интересы. И нам нужно соглашение по выходу из ЕС, которое защитит наши рабочие места, права людей на работу, а также экологические и потребительские стандарты. И если Тереза Мэй не сможет договориться об этом, то ей нужно освободить место для партии, которая сможет это сделать. Главная надежда Корбина, что правительство окончательно провалит переговоры по выходу из ЕС и придется проводить досрочные выборы. Ведь сейчас, на фоне ослабленных Брекситом консерваторов, либористы выглядят более убедительно. По последним соцопросам, оппозиционеров сейчас поддерживают примерно столько же избирателей, как и правящую партию. Но отчетливо понимая свои шансы, Тереза Мэй уже заявила, ни о каких выборах и речи быть не может. Дескать, это не в национальных интересах. Так что, похоже, Джереми Корбину придется ждать до 2022-го, чтобы получить шанс выиграть выборы и стать новым премьер-министром Великобритании. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала «Интер». Черная полоса для Ангелы Меркель после скандала с шефом контрразведки у канцлера новые политические неприятности. Ее ближайший соратник проиграл выборы на пост главы фракции ХДС-ХСС в парламенте. Сама Меркель назвала это личным поражением, а оппозиция уже заговорила о вотуме недоверия правительству. Татьяна Лагунова продолжит. 13 лет Ангела Меркель канцлер Германии. 13 лет ее ближайший соратник Фолькер Каудер, глава фракции ХДС-ХСС в Бундестаге. Его переизбрание всегда было чистой формальностью до вчерашнего дня. Неожиданно впервые за все эти годы свою кандидатуру выдвинул другой депутат. И Каудер проиграл. За Ральфа Брингхауса проголосовали 125 человек, за Фолькера Каудера 112. Таким образом, господин Брингхаус избран главой фракции ХДС-ХСС в парламенте. Ангела Меркель не скрывала огорчения. Это ее личное поражение. То ли признала, то ли от неожиданности проговорилась канцлер. Я выступала за то, чтобы Фолькер Каудер остался главой фракции ХДС-ХСС в парламенте. Потому что все эти годы мы очень успешно работали вместе. Но больше голосов получил другой кандидат. Я его уже поздравила. Это демократия. В ней есть место поражениям, которые не нужно приукрашивать. Так же считают и эксперты. Депутаты голосовали не против Каудера, а против Ангелы Меркель. Так оценивают выборы руководителя фракции немецкие политологи. Одни уже открыто говорят о бунте в рядах христианских демократов. Другие более мягко. Тести на авторитетность, который показал. Канцлер теряет контроль над блоком, который она возглавляет. Христианские демократы пытаются сделать вид, что ничего страшного не произошло. Но новоизбранный глава фракции уже заявил, у них с Меркель чудесные отношения. Но оппозицию его слова, похоже, не убедили. Свободные демократы и левые уже посоветовали Ангеле Меркель пройти подобный тест во всем парламенте. А именно вынести на голосование Бундестага вопрос о доверии правительству. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Зачем власти Бангкока воюют с голубями? Для чего французы научили манекены потеть? И откуда в Темзе появился кит? Обо всех этих новостях прямо сейчас. В столице Таиланда объявили войну голубям. В Бангкоке запретили кормить этих птиц из-за опасений, что они могут быть переносчиками опасных для человека заболеваний. Пернатых будут отлавливать и выпускать в дикую природу. Тому, кто бросит голубю еду, угрожает тюремный срок до трех месяцев. И штраф почти в 800 долларов. Массовая молитва возле стены плача. В Иерусалиме десятки тысяч евреев получили традиционное благословение коэнов, представителей древнего сословия священнослужителей. Дважды в год на праздники Песах и Суккот они надевают специальную накидку – талит. И молятся около сохранившейся западной стены храма. Эта религиозная церемония – одна из самых масштабных в Израиле. Практиков максимально приближенных к реальным условиям. В Страсбурге впервые во Франции студентов-стоматологов обучают оперировать на реалистичных учебных манекенах. Куклы дышат, открывают глаза, потеют и разговаривают. Сценарий их поведения придумывает преподаватель. Манекен может вскрикнуть от боли или сымитировать рвотный рефлекс. Так студенты учатся бороться со страхом перед настоящей практикой. Крупная рыба завелась в Темзе. В окрестностях британской столицы заметили белуху. Это белый кит, распространенный в Арктике. В последний раз белухи появлялись у берегов Великобритании в 2015 году. Тогда несколько особей видели в Северном море. Судя по всему, молодой кит заблудился. За морским перешельцем наблюдают специалисты, готовые оказать ему помощь. Это все новости на сегодня. Приятного вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин